Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой да, мне просто, понимаете, что бы там ни было, все равно это мне чехлиться Поэтому сколько есть, столько есть Рубите, как говорится, рубите Я с рейса только пришел, поэтому в принципе думаю, не испугаюсь Так, хорошо Для начала я бы хотела выяснить, кем вы ей приходитесь Ну, если с точки зрения штампа в паспорте, то никем пока что И чувствую я по сегодняшнему дню, наверное, никем и не стану Как бы она меня не умоляла Дело в том, что задолженность у нее на текущий момент по минимальным платежам 34300 рублей И у вас было требование оплатить эту задолженность до 12 августа 2016 года До 12 часов дня по московскому времени То есть она 30-ку где-то взяла у кого-то и отдавать не хочет Я так правильно понимаю? Это только минимальные платежи, то есть это даже не вся сумма долга Оооо, а сколько вся? Ну вы ей задайте вопрос, она, я думаю, не будет скрывать Нет, я просто вам расскажу историю Я работаю коком на флоте Ну и зарабатываю порядка 3-4 тысячи Сейчас нам в евриках платят В месяц Весь 11 месяцев был Вы простите, вчера пиво напились холодно Мой горло першит Отмечали мой приход Вот Представляете, да, там эти штормы Разгрузки-загрузки Обработки, перегрузы И вот это вот, понимаете, деньги эти Недаром достаются Вот, сколько надо, чтобы вопрос вообще закрыть? Я ей потом этот пояс верности одену И руки за спиной застегну, чтобы она больше не ходила Ни у кого денег не клянчила Скажите мне, я пойду закрой, она даже знать не будет Алло То есть вы готовы сегодня внести задолженность? Да я закрыть хочу, просто вопрос закрыть и все, к чертовой матери Сколько надо там, до копеечки скажите, округлите в большую сторону, в свою прибыль Я просто в эти банковские ваши дела Я могу вам классный там суп по-морскому сварить, макароны бавлотские Но вот банковские дела не обдупляюсь Скажите, сколько надо и все Я, ну, вот, к сожалению, не могу вот так вот озвучить сумму до копейки Я вам могу назвать сумму, которая была на определенный момент Простите На 24 июля А вот то, что останется, к сожалению, это ей уже надо будет доплатить И там будет немного, не очень много Не-не-не, можно сделать так, чтобы я закрыл, пришел там, что куда надо, заплатил и больше никто никогда не звонил Я ее увезу с собой, я ее на пароходе у себя в каюте посажу там или в трюме закрою в конце концов И чтобы она сидела, она у меня симпатичная, классная такая, секс-бомба, мне жалко просто, если ее драть кто-то другой будет, вот и все Понимаете? Только это кредитная карта и это возобновляемый продукт, то есть на нее внести деньги, с нее потом можно будет еще раз снять Что за ерунда? А карту, а как без К? Я ее, я эти деньги внесу и эту карту потом эту утоплю в соленом океане Ну, надо будет в любом случае Татьяне Федоровне позвонить и закрыть договор, если, ну, такая ситуация А где договор вообще, сам договор, я просто хочу посмотреть этот договор Должен быть у Татьяны У меня просто есть очень хорошие и знакомые, я могу показать У Татьяны договор, да? Да, должен быть у нее, потому что Прямо, я сейчас, подождите, сейчас, ой, у меня тут какие-то бумаги, она показывала, что-то там она Банки, не банки, я сейчас посмотрю Как там называется ваша эта контора? Как? Тинькофф 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 О, есть что-то, Тинькофф О, документы сверху лежат Так, анкета Анкета есть Оферта, как, оферта, оферта Оферта И вот карта есть, это такая черная, да? Корона какая-то нарисована, да? Есть Да, это тинькофф, но это девятая карта, это немного другой продукт Так, пин-код, пин-код написан Говорить вам пин-код? Нет, не нужен Ага, не нужен, да? Вот все, ничего нету больше Дальше, дальше Восточный экспресс Бербанк Ренессанс ОТП Кредитный договор Кредитный договор Кредитный договор А вот Тинькофф Нет кредитного договора Только вот это вот анкета И оферта, и все Это анкета Оферта, точнее Это как раз и есть Предложение заключить договор Не, 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 вы говорите Кредитный договор надо будет Ну, чтобы убрать А где кредитный договор? Я просто в этой жизни не новичок Я просто понимаю, что если человек заключает какие-то отношения Долбит, я не знаю Какая-то расписка пишется Договор какой-то А так это все требуха, на мой взгляд Это вот появление оферты и есть Часть письменного договора Не, 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 девушка Не надо вот эту ерунду говорить Договор, он и есть договор Понимаете, кредитный договор Я не первый год на белом свете живу Все просто А аферта Это аферта Я как-то помню, составлял аферту Когда мы меняли пароход Экипаж менялся Я принимал провизию И там была аферта То есть я принимаю вот это вот Правила хранения И я подписываю Аферту Ой, господи, что с горлом А договор это договор Нет, мне нужно договор увидеть Понимаете, не от банка Не от банка аферта А от Татьяны с предложением заключить Ну да, я это знаю Я это понимаю У меня это самое Я как бы непростой человек Я понимаю Но вы же не будете говорить Что эту аферту она составила Аферту составляет сам принципал Понимаете? Ну это такой термин есть Да, банк Он и есть принципал А вот Но в нашем с вами случае Она же не могла Доставить эту анкету Я сейчас Что-то меня тут сомневает С документами Что она тут Она подписывала Договоры я не вижу Я вижу Сберок и Пи Они подписаны Вот ее автографы стоят А вот на аферте Под подпись ее стоит Я предлагаю Банку Тиньков И далее апотеку Да, да, да Но это не она предлагает Это же вы Ну я так понимаю Я теперь стал разбираться Вы ей подсунули Вот это вот Видимо типовая бумажка Всем да, дается Правильно? Это Всем дается Всем же да, дается Такая бумажка Да Конечно Да А почему вы говорите Что это она предложила? Она не могла вам этого предложить Она не могла вам этого предложить Это предложение клиента Выпустить карту на ее Ну это не ее предложение Это ей дали эту бумажку Я хочу разобраться За что я заплачу За что я буду платить Мне задали вопрос Дайте мне на него ответить Ну Слушаю вас Аферта является неотъемлемой частью договора А где договор? Договор должен быть один экземпляр у вас Один у нас Где он? Скажите просто Договор может быть в одном экземпляре Да ну ладно Вы же не думаете что я идиот я надеюсь Договор заключается с кем-то Договорили Слово договорили Не договорился А договорили Слушайте Да я не буду статью никакую читать Я должен увидеть договор Иначе идите нахуй Понятно Ничего платить вам не будем Ясно? Собственно звонил сказать что Условия банка Оплата задолженности Размерить 34 тысячи Трехсот рублей До 12 Нет Вот Позвони теперь в другое место Тому кто тебя на работу Принял Скажи что Сказала всем идти нахуй Вместе со своим мужем Она сказала Это передала И слов Не мужа А Ебарька ее Денежные средства От Татьяны Не поступят Мы будем вынуждены Принимать решение Уже без ее участия А как ты будешь В суде без договора Что-то доказывать Слышь овца Кукушка Как? Уважаемый Слышишь Я отмотал 18 годков Я с юристами Разговаривал На и ты Я знаю Если есть договор Значит есть договаривающиеся Стороны Слышишь Ты что тут мне Клеишь Клеишь Какие-то бабосы Ты что клеишь Слышишь Ты не переходила Я с тобой Блядь Кукушка На ты перешел Как только узнал Что ты хочешь Меня подгрузить Ты что хочешь Овца Мне предъявить что-то Или что Ты меня завела Бля Ты понимаешь Ты что мне звонишь И бабу мою Тут пытаешься Отсмирить Ты знаешь Кто я такой Ты знаешь Кто я такой И кого я знаю Иди нахуй Слышишь Трубку клади Клади трубку Млядь Тупая Че ты не кладешь Трубку Разговор Не зачтется Знаю я Вашу Там Песню Эту Получается Что если я Положу Крубку Что ты Денег Заработаешь А если я Ее не положу То тебе Разговор Не зачтется И ты Получается Да послана Бесплатно Слышишь Ты кого пугаешь Дура Договор Значит Есть договаривающиеся Стороны Аферту Она не подписывала А точнее Не составляла И то что вы Ее подсунули Она просто Дурочка кривая Не врубается Ясно А вы думаете Что все Вокруг Овцы Тупые Я трубку Не положу Алло Алло Алло